Культура для меня это моя жизнь, моя семья, безусловно мои коллеги и те дети, которых мы каждый день за руку ведем через тернии специальностей в области культуры. Это мой каждый рабочий день, это действительно моя жизнь. Центральная детская школа искусств в этом году получила грант от нацпроекта «Культура». Расскажите, насколько это ценно для школы и как вообще школа может в нацпроект этот попасть? Старт национального проекта «Культура» дал президент нашей страны. Реализация его началась 1 января 2019 года. Он состоит из трех федеральных проектов. Это «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Конечно, для нас это большая честь и грандиозная поддержка. И эта поддержка – это некий стимул для того, чтобы продолжать двигаться с тем же вектором. В тот грант, который мы получили, это 17,5 миллионов рублей. 50% этой суммы была направлена на закупку музыкальных инструментов. 47% этой суммы пошло на оборудование. И здесь мы воплотили нашу давнюю мечту. Купили очень много интерактивного оборудования, разместили их в теоретических классах. И 3% этой суммы пошло на закупку методической литературы. Вы руководите школой три года. В 2021 году она была призвана лучшей школой в России. Насколько это ваша заслуга? Безусловно, это заслуга всего педагогического коллектива и наших детей. Не только которые сейчас находятся в стенах школы, но и те поколения, которые трудились. Становление любого учреждения – это прежде всего история. В нашей школе 65 лет. И я в этой школе нахожусь с 4 лет. Я, можно сказать, плод этой школы, так как и закончила ее по двум специальностям – хореографии и фортепиано. Связала свою жизнь с музыкой. Поэтому все то, что я видела со своего детства, все это я должна и обязана сохранить, приумножить вместе с коллективом, вместе с детьми. И, конечно, за эти годы огромное количество великих профессионалов работало. И сейчас наших выпускников можно встретить во многих великих и самых крупных оркестрах мира. Наши выпускники танцуют в ансамбле Моисеева, в ансамбле «Гжель». Поэтому свои корни Центральная детская школа искусств запускают буквально во все мировое культурное сообщество. Поэтому именно их заслуга – вот этого приза лучшей детской школы искусств России. Сегодня Центральная детская школа искусств – это широкодоступное многопрофильное учреждение, в котором обучается около 2300 детей. 1147 – это контингент бюджетного отделения и 1150 – это внебюджетное отделение. Руководство школы, которое еще в 80-е годы сформировали гигантское отделение внебюджетное, которое фактически закрывает все финансовые потребности нашей школы. Мы себя полностью обеспечиваем. В стенах нашей школы проходит около пяти мастер-классов в течение учебного года по разным специальностям. И мы очень благодарны этой программе, потому что наши дети, дети близлежащих школ искусств, имеют возможность общаться с профессионалами, проходить эти мастер-классы и работать над собой в профессиональном плане. Наши дети являются и стипендиатами губернатора Московской области, главы нашего города. Стоит также отметить, что в этом году мы открыли направление для детей с ограниченными возможностями здоровья. Очень этим гордимся, потому что не так много центров, которые занимаются с детьми с серьезными нарушениями ментальными, физическими. И мы открыли для них декоративно-прикладное направление, где они лепят, где они рисуют, где они взаимодействуют друг с другом, где родители имеют возможность взаимодействовать друг с другом. Ежегодно в Московской области проходит рейтинг учащихся и коллективов Московской области по разным специальностям. Их около 17. И победители этого рейтинга становятся стипендиатами программы губернатора Московской области «Одаренные дети Подмосковья». И, конечно, ежегодно наши учащиеся попадают в этот рейтинг. Это Спиридон Хадид Дмитриадис, балалаешник. Это Шевченко Софья, синтезатор. И Медресаглу Лилия, хореограф. На развитие их талантов, их творчества направлено 3,5 миллиона рублей в сумме. И, конечно, нельзя не сказать, что в копилке нашей школы 12 медалей молодежно-дельфийских игр России. Мы этим очень гордимся и думаем, что однозначно мы будем продолжать в таком темпе работать и вносить свой злад в развитие культуры нашей страны. Чего не стоять на месте, все движется вперед. Что нового в вашей школе? В нашей школе проходят, и мы являемся организаторами Московского областного конкурса и Всероссийского конкурса электроакустической музыки. Делаем аранжировки, приобщаем к этому детей. Дети делают очень интересные работы в классе музыкально-компьютерного творчества. Творим вместе, двигаемся в ногу со временем. И только наш отдел электроакустических инструментов принес 5 медалей молодежно-дельфийских игр России. Конечно, благодаря национальному проекту культуры у нас очень много нового цифрового оборудования, которое, безусловно, привнесет современные нотки в образовательный процесс наших детей. Стоит сказать, что много молодых преподавателей в нашей школе, которые имеют очень много задумок, очень много новых разработок, и будут внедрять их благодаря вот этой вот современной технике. И, конечно, теперь дети будут с огромнейшим удовольствием бежать на уроки сольфеджио, музыкальной литературы, и постигать вот эту теоретическую часть музыкального направления с современной подачей. В ДШИ много талантливых преподавателей. Пожалуйста, расскажите о них. О, наши преподаватели – это самая большая ценность нашего успеха. Это уникальные люди, которые буквально живут культурой, живут жизнью наших детей, наших коллективов. Это заслуженные работники культуры Московской области, Российской Федерации. Это почетные работники общего образования Российской Федерации. Около 70% преподавательского состава – выпускники нашей школы. Поэтому, безусловно, мы все ее очень любим. Безусловно, мы напитываемся культурой поколений, напитываемся этой атмосферой и буквально живем нашей школой. Наши преподаватели не только занимаются педагогической деятельностью, Они и сами являются великолепными исполнителями, ведут активную концертную деятельность, повышают постоянно уровень квалификации. Одно из направлений национального проекта «Культура» – это курсы повышения квалификации ведущих вузов страны для преподавателей школ искусств. И это уникальнейшая возможность повысить свой профессиональный уровень, пообщаться с коллегами из разных регионов. И различные новые методики работ с детьми, новые методики руководством школы, новые методики продвижения культуры в общество. Все это очень ценно, очень современно, и все это помогает продвигать нашу школу, двигать ее вперед и сохранять контингент, сохранять эту атмосферу, сохранять дыхание времени, чтобы нашим детям было интересно, чтобы родителям было комфортно, чтобы родители сами вовлекались в этот образовательный процесс и формировали эту культуру нашей страны. Наши педагоги – они уникальные люди, которые своей энергией, своей любовью к искусству, к творчеству заряжают абсолютно каждого, кто переступает порог нашей школы. В прошлом году мы открыли направление «Искусство видео», где наши юные химчане осваивают такие направления, как режиссерская деятельность и монтаж видео. Мы также привлекаем их к работе нашей школы, приглашаем их на различные мероприятия, потом их материалами освещаем в социальных сетях те или иные события, которые прошли в нашей школе. В таком же ключе работают и юные фотографы. Планируем к открытию архитектурное проектирование. Сейчас очень много детей художественного отделения планируют поступать в архитектурные вузы, и это направление очень интересно, очень популярно. Также, безусловно, у нас уникальнейшая современная студия звукозаписи. Ежегодно мы записываем программы наших учащихся и формируем тем самым медиа-архив записей. И планируем открыть направление звукорежиссуры, так как есть, опять же, клавишные электронные инструменты, о которых я уже говорила, музыкально-компьютерное творчество. И как раз основы звукорежиссуры, они очень логично вписываются в это направление. Стоит сказать, что в нашей школе разработана уникальная траектория развития ребенка, когда каждый ребенок может осваивать, помимо основной программы, различные другие направления. То есть, обучаясь на хореографическом отделении, он может также подключить и основы видеомонтажа, фотографирования, звукорежиссуры. Может также обучаться на художественном направлении, абсолютно разные учебные планы. Каждый родитель может распланировать движение своего ребенка через все годы обучения в нашей школе. И к моменту выпуска из школы спектр профессий, которые он может выбрать в творческом направлении, будет достаточно широк. Сегодня вы руководите одной из самых лучших школ искусств в стране. А кем вы мечтали быть в детстве? Когда я была маленькой, я мечтала о сцене. Я была закулисным ребенком, поэтому слышала с малых лет радость и аплодисментов, подготовку к выступлению. Поэтому выбор моей специальности, он был предопределен. Моя мама была руководителем ансамбля аккордеонисток «Каскад», который был очень известен в мире баяна-аккордеона. Папа руководил большой школой. Поэтому сейчас я очень счастлива, что так сложилась моя жизнь, что вместе с коллегами, вместе с родителями, вместе с нашими воспитанниками мы вносим большой вклад в развитие и сохранение культуры нашей большой и замечательной страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова